В этом году праздник Дня Города объединил несколько дат, которые неразрывно связаны с историей и становлением Коряжмы. Это 65-летие Коряжмского строительного треста, благодаря которому в Глухой Таге вырос рабочий поселок, был построен гигант лесохимии, а со временем Коряжма стала самым молодым городом страны. Столетие комсомола, отмечаемое в 2018-м, это наша с тобой биография, символично звучала с праздничной сцены. Строительство целлюлозного бумажного комбината «Навыча», где было объявлено всесоюзной ударной комсомольской стройкой. День Города. Поздравления были адресованы ветеранам и молодежи, жителям всех поколений. С днем рождения с 33-летием нашей любимой Коряжмы. Я желаю здоровья, чистого, светлого неба. С днем рождения с 33-летием нашей любимой Коряжмы. Я желаю здоровья, чистого, светлого неба. Хочу всем нам пожелать мира, душевного и телесного здравия, благоденствия и долгоденствия. В праздник поздравление оказалось нескончаемой. И очень примечательно, что каждый из выступающих на главной сцене сумел подметить в нашем городе то, чем Коряжма прекрасна и удивительна, и чем отличается от других муниципальных образований региона. Коряжма всегда была, есть и будет очень такой яркой точкой на карте Архангельской области. Не только благодаря тому, что здесь расположен крупнейший в Европе ЦБК, а благодаря тому, что те идеи, инициативы, идущие от людей, очень активна молодежь, очень активны пенсионеры, очень активны глава. И вы знаете, то количество программ государственных, которые участвуют в муниципалитете, оно просто впечатляет. Мы первые среди промышленных городов севера нашей страны ликвидировали временное ветхое жилье. Это было достижение той поры, оно и остается на десятилетия последующие. Развитие города во многом связано с развитием целлюлозно-бумажного комбината. И в этот праздничный день, конечно же, звучали слова поздравления от руководства филиала группы «Лим в Коряжбе». Этот праздник объединяет все поколения. Ветеранов Треста, с которого 65 лет назад началась масштабная стройка. Тружеников комбината, которые приняли цеха от строителей и монтажников и вывели комбинат по флагманной отрасли. Тех, кто лечил и учил, кто развивал городскую инфраструктуру. Тех, кто принял софету ветеранов. И тех, кто подрастает. За кем будущее нашего родного города. Череду поздравлений на главной сцене продолжили награждение. По традиции, в День города наградами муниципального образования были отмечены самые достойные. Лауреатами премии главы города за заслуги в области социально-культурной сферы были названы представители самых разных профессий. Сфера здравоохранения и образования, культуры и спорта. Представители общественных организаций. Медаль за вклад в развитие муниципального образования город Коряжево в этом году была вручена заместителю главврача городской больницы Ларисе Федяевой и директору спорткомбината Олимп Ольге Грущук. Коряжево для меня значит чудесный город. У меня прошло здесь детство, юность. Я здесь начинала работать санитарочкой в оперблоке 16 лет. Потом поступила в институт, закончила. И с 1984 года работаю все время в Коряжевской городской больнице. Не меняла места. Я очень люблю Коряжево, очень люблю жителей, особенно люблю женщин, беременных мамочек. И желаю всем счастья, здоровья и долголетия. Коряжево для меня – это мой дом родной, в котором я родилась, выросла, в котором я выбрала свою профессию, о которой ни на минуточку никогда не пожалела. Будем дальше работать, трудиться в этом замечательном городе. Высшую награду муниципального образования – крест святого Лонгина Коряжевского – вручили председателю общественного совета города Валентине Порохиной. Валентина Васильевна 48 лет трудовой биографии отдала сфере образования. Коряжево для меня город, в котором я сумела себя реализовать. Я очень горжусь тем, что почти в течение 50 лет я служила самому благородному делу – образованию. Я очень благодарна своим ученикам, я очень благодарна родителям, которые помогли мне состояться как педагогам, так и человекам. И, конечно, большое спасибо и большое поздравление администрации в честь дня рождения города. Подарком ко дню города всем жителям Коряжева стали творческие выступления коллектив Культурно-Досугого центра и Детской школы искусств.